В Самаре без тепла остались несколько домов в районе пересечения Карла Маркса и Нового вокзальной, когда в квартиры горожан вернутся коммунальные блага. Тротуары, опасные для здоровья, первый вице-мэр призвал управляющей компании убрать налить с пешеходных дорожек. У него можно поучиться стойкости. В Самарской филармонии сегодня состоялась премьера спектакля «Оловянный солдатик» и «Прекрасная балерина». Несколько домов в Самаре на пересечении Нового вокзальной и проспекта Карла Маркса остались без тепла. Сейчас рабочие устраняют последствия повреждения распределительной камеры. Ситуацию обсудили на совещании в департаменте городского хозяйства под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Подробности в нашем сюжете. Горячий прием для всех влюбленных. Перед зданием ЗАГСа на Новый вокзальной ресурсники ремонтируют участок теплотрассы. Это в границах улиц, если мы грубо будем говорить, Воронежская. Одна сторона, доходим до Московского. От Московского проходим вот здесь по 22-му партиезу, спускаемся к Карла Маркса. И по Карла Маркса вот этот квадрат, который сегодня в этой части. Сейчас дома не сброшены в данной ситуации. Мы, еще раз подчеркиваю, в 11-11.30 восстанавливаем в полном объеме всеми краевами. Пока сети переключают на резервную схему, от тепла пришлось отключить несколько микрорайонов. Сейчас здания уже прогреваются. Ограничена подача тепла в семи домах на пересечении улиц Нового вокзальной и проспекта Карла Маркса, которые непосредственно запитаны от поврежденного участка. При этом мы организовали резервную схему по обратному трубопроводу. Будет теплоноситель подан. Соответственно, с параметрами минимальными, но ресурс у жильцов будет. На оперативном совещании в департаменте городского хозяйства первый заместитель главы города Владимир Василенко поставил задачу перед ресурсниками в течение дня полностью восстановить режим теплоснабжения. Лариса Шалафаст, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Также на еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства вице-мэр Самары Владимир Василенко призвал усилить работу по расчистке тротуаров от наледи. Первый заместитель главы города поручил районным администрациям и управляющим компаниям ежедневно докладывать о проделанной работе. Вот здесь какого-либо персональной ответственности служб благоустройства Олег Владимирович по поводу тротуаров. Ежедневный доклад по расчистке. Ни одного не должно быть тротуаров налить. Их заслуги признаны друзьями, соседями и коллегами. В Самаре наградили лауреатов премии «Народное признание-2019». Торжественная церемония прошла в Театре оперы и балета. Лучших выбирали в семи номинациях. Кто же они народные герои, выяснил Андрей Горгуленко. Победа в премии «Народное признание» – лучший подарок к Новому году для Даниила Хачатурова. Финалисты российского отборочного этапа детского Евровидения отметили в номинации «Надежда и опора». Даниил, как и любой ребенок, ждет праздников, но сильно не расслабляется. Впереди много творческой работы. В следующем году я планирую участие в проекте «Ты супер» и буду показывать себя в совершенно новом стиле. Я учу в данный момент новые песни на иностранных языках. И сейчас стараюсь побольше учиться и развиваться. Победу в одной из самых престижных номинаций признание и уважение одержала Елена Ярошевская. Офтальмолог – достойный продолжатель династии врачей. За один год она сделала более тысячи операций на глаза. Объясняя свой успех, Елена скромничает. Говорит, главное – любить свою профессию. Не так все сложно. В общем-то, каждый занимается своим делом. У нас очень много, у нас каждый второй, по-моему, достойно такого признания. Просто работа и работа. И, в общем-то, хочется делать ее достойно и хорошо. Как только возможно. Также лауреатами в этой номинации стали пожарные Артем Дорошенко и Евгений Гуляйкин за спасение 10-летнего мальчика из пожара. И Виктор Быстрицкий за гражданскую активность. Почетную награду народные герои получали из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Нет больше награды, чем народное уважение и народное признание. Я от всей души хочу поблагодарить организаторов этой акции. Спасибо за ту огромную работу, которую они провели. Лауреатов премии отмечали как в новых номинациях «За верность земле», «Большие люди малого села», так и уже в привычных «Поколение добра» и «Единство и успех». Лучших специальной номинации «Волшебный мир театра», «Театр пластилиновый дождь», «Творческое объединение сад» и «Театральную студию «Астрель»» награждала глава Самары Елена Лапушкина. Безусловно, все номинанты заслуживают добрых слов и наград. И хочется им сказать огромное спасибо за труд, за добрые сердца, за открытость. В этом году акция «Народное признание» прошла в 12-й раз. С каждым годом активность участников растет. В 2019-м подано более 300 заявок, 70 из которых были отобраны авторитетным общественным советом. Всего были награждены 22 лауреата. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Самара может получить звание города трудовой доблести. Депутаты Самарской губернской думы поддержали соответствующий федеральный законопроект, инициированный президентом Владимиром Путиным. Почетный титул могут присвоить городам, жители которых в годы войны обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм. Сейчас для увековечивания подвига нашего народа в Великой Отечественной войне в России учреждены звания «Город-герой» и «Город воинской славы». Труженики тыла, репрессированные ветераны труда в минусе не останутся. Накануне предстоящей в январе 2020 года индексации пенсий для неработающих граждан на 6% настолько же увеличатся и критерии нуждаемости. Именно этот показатель используется для расчета ежемесячных денежных выплат. Данная мера позволит сохранить право на получение мер соцподдержки более чем в 20,5 тысячам самарских пенсионеров. Также, не дожидаясь принятия федерального закона, в первом чтении приняли запрет на продажу никотиносодержащих смесей и снюса. В канун самого волшебного праздника в году губернатор Дмитрий Азаров встретился с детьми участниками акции «Елка желаний». Глава региона исполнил самые заветные мечты детей и подарил долгожданные подарки. Подробности в нашем следующем сюжете. Сладкие угощения, новогодние подарки и отличное настроение. На встрече с губернатором Дмитрием Азаровым дети – участники ежегодной акции «Елка желаний». Ребята признаются, подарки любят не только получать, но и дарить. Воспитанники Сызранского центра «Искра» Саша и Коля увлекаются футболом и вручили губернатору именную футболку с логотипом своей команды. Красивая форма какая. Во время чаепития ребята обсудили с губернатором свои достижения и планы на следующий год. А еще спросили, как будет встречать праздник глава региона. Дмитрий Азаров сказал, что по традиции с родными. Новогодняя ночь – это точно наше, что называется. И мы собираемся все вместе, большой семьей, с детьми, с родственниками, с бабушками и дедушками. И все вместе отмечаем. Но мы каждый год обязательно ставим небольшой спектакль. В нем участвуют все. Артисты тут же становятся зрителями и наоборот. Вот это является тоже очень давней традицией нашей семьи. Все с удовольствием. Дети уже выросли, в общем, взрослые. Но эта традиция всегда остается. И, надеюсь, она перейдет и следующим поколениям. Все дети получили от губернатора новогодние подарки. Это были самые заветные детские мечты, которые они оставляли на елке желаний. Лариса Шлафаст, События. Обещанного 17 лет ждут. На прием к депутату Александру Хинштейну пришли обманутые дольщики. Они вложили деньги в строительство дома на Ленинской еще в 2003 году. Но до сих пор объект не достроен. Может ли депутат помочь им в решении вопроса, выяснила Лариса Шлафаст. Строительство двух новостроек на Чекаловой и Ленинской началось в 2003-м. Несколько сотен семей заплатили деньги фирме-застройщику. Потом выяснилось, земельный участок в собственности, но разрешения на строительство нет. Застройщик обанкротился и уже отсидел реальный срок. А люди до сих пор ждут свои квартиры. У нас одна цель. Мы хотим просто получить свои квадратные метры, за которые мы отдали деньги. Недостроено Чекалово в перечне проблемных объектов числится. Здание на Ленинской 257 туда не включили из-за проблем с документацией. Министерство строительства Самарской области сейчас занимается подготовкой необходимого пакета документов, дабы включить его в программу финансирования фонда. Если у нас это получится, а я на это очень надеюсь, тогда проблема в значительной степени снимается. Также на прием к Александру Хинштейну пришел житель железнодорожного района Дмитрий Марченко. После полученной травмы ноги мужчина плохо ходит и раньше имел инвалидность. Но последняя комиссия по освидетельствованию Бюро медико-социальной экспертизы статуса инвалида его лишила. Депутат Госдумы пообещал разобраться в ситуации. Лариса Шалафас, Николай Сидоров, События. Громкие барабаны и сладкие мандарины – эти символы теплых стран в центре внимания акции «Я плачу за тепло» от «Энергосбыт Плюс». Сотрудники компании напомнили самарцам о том, почему важно своевременно платить за услуги, и сделали маленькие подарки ответственным клиентам. Участником акции стал и Андрей Горгуленко. Звонкие удары по барабанам разносятся по всему торговому центру. Это участники мастер-класса стараются ни в чем не отстать от учителей и профессионалов. Освоить инструмент мог каждый желающий. Такой шумной поддержкой теплоэнергетики привлекают внимание самарцев и говорят о важности своевременной оплаты за коммунальные услуги. Оплата жителей – это в первую очередь гарантия стабильного теплоснабжения города, это гарантия выполнения инвестиционных программ, гарантия улучшения качества жизни всех жителей Самары и Самарской области. И мы хотим напомнить о том, что в Новый год лучше всего входить без долгов. А тем, кто своевременно платит за тепло – маленький и солнечный бонус. Снегурочка вместе с энергетическим героем Теплославом угощали сочными мандаринами. Добросовестных плательщиков оказалось много. Задорное и очень даже интересное. Конечно, без долгов уже, но все равно, мне кажется, кого-то это даже сподвигнет на то, чтобы действительно погасить долг пораньше. Конечно, тепло – это важное, очень составляющее для всех семей. Есть дома тепло, есть любовь и есть все неопозитное. Еще одним бонусом для тех, кто вовремя оплачивает квитанции за тепло, а также заплатит авансом за декабрь, станет участие в акции энергетиков. В Новый год без долгов. Компания проведет среди добросовестных плательщиков розыгрыш ценных призов. Победителей назовут в феврале 2020 года. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. А теперь коротко о других темах дня. Более 10 тысяч человек в Самарской области заболели гриппом и ОРВИ. Такие данные озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора. Половина случаев приходится на Самару. Как отмечают специалисты, заболеваемость регистрируется на неэпидемическом уровне. По результатам лабораторного мониторинга отмечается в основном циркуляция негриппозных вирусов, парагрипп и аденовирусы. В Самаре директор одной из городских фирм пошел под суд за покушение на дачу взятки. Как выяснило следствие, директор Геннадий Липкин решил подкупить сотрудника правоохранительных органов, чтобы избежать ответственности за незаконную торговлю алкогольной продукцией. Кроме того, в отношении Липкина проводилась проверка по факту отсутствия разрешения на установку беседки. Ее он тоже хотел приостановить. В итоге директор подготовил для сотрудника правоохранительных органов 200 тысяч рублей. Во время передачи денег Липкин был задержан. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в миллион рублей. Трамвайно-троллейбусное управление Самары обещает полностью открыть движение на пересечении Московского шоссе с улицей Ташкентской в последних числах декабря. По словам транспортников, сейчас документы находятся на проверке. Движение транспорта на этом перекрестке было ограничено в связи со строительством правого поворота трамвая с улицы Ташкентской к стадиону «Самара-Арена». Еще одним благоустроенным уголком в Самаре стало больше. В Самарском районе завершилось преображение сквера имени Высоцкого. С инициативой провести здесь ремонт вышли сами жители. Они придумали концепцию развития пространства, проработали проект. Он прошел конкурсный отбор и получил финансирование в рамках программы поддержки инициатив населения муниципальных образований в Самарской области. На торжественном открытии новой сцены в сквере побывала Лариса Шалафаст. Проводить концерты в сквере имени Высоцкого станет комфортнее. Теперь здесь есть не только сцена, но и трибуны для зрителей на 250 мест. Также оборудовали специальную обзорную площадку. Люди на мероприятиях, в которых и по 300, и по 500 человек бывало, сидели на фонтане, либо на временных каких-то стульчиках, что тоже не создает комфортные условия. И идея, собственно, и родилась, исходя из потребности. Конечно же, мы хотим в целом весь сквер охватить, все здесь благоустроить. Работы по благоустройству сквера велись несколько месяцев. Помимо сцены здесь сделали дополнительное освещение, заменили брусчатку. Такие преобразования стали возможны благодаря активному участию жителей Самарского района. Они придумали концепцию развития пространства, проработали проект, который успешно прошел конкурсный отбор и получил финансирование по программе поддержки инициативы населения муниципальных образований в Самарской области. Стоимость благоустройства более 9 миллионов рублей. На реализацию проекта направлены средства регионального бюджета, районной казны и инвесторов. Жители знают, что им интересно. В первую очередь мы должны руководствоваться мнением жителей, желаниями жителей. И все, что мы делаем, это мы делаем для жителей. Соответственно, если им это интересно и это будет пользоваться спросом, это наша первоочередная задача. На этом преображение сквера не заканчивается. В планах районных властей модернизировать детскую площадку и обновить фонтан. Лариса Шалафаст, Николай Сидоров, События. Новогодние каникулы с пользой для здоровья. В Самаре открылся еще один каток. На этот раз в парке Дружба. Создавать праздничное настроение и радовать гостей. Там будут елка, иллюминации и сказочные персонажи. Сергей Кизоркин протестировал удовольствие. Семья Лютиковых – спортивная семья. Летом играют в пляжный волейбол, зимой болеют за биатлонистов. В этом году трехлетний сын Михаил захотел научиться кататься на коньках. Бредит хоккеем. Уже сто раз пересмотрел фильм про Валерия Харламова «Легенда 17», рассказывает мама Виктория. Мальчуган мечтает играть в сборной страны, как и его кумир. Так вот он, Валера, давай, тебе не больно, Харламов. И сегодня, придя на лед, он искал номер 17-й, искал того, Валеру Харламову. Надеемся, что в будущем он повторит его судьбу. На льду парка Дружбы можно стать и хоккеистом, и фигуристом. Сотни жителей советского района уже протестировали каток размером с половину футбольного поля. Чтобы лед был гладким и ровным, сотрудники парков Самара его ежедневно чистят и заливают. Для тех, кто устал заниматься физкультурой, предусмотрены места отдыха. Скамейки на улице, теплые раздевалки. Работает прокат и заточка коньков. В кафе горячий чай и выпечка. И все по доступным ценам. Этот пункт проката, чем он знаменателен? То, что его площадь в 4 раза больше, чем предыдущий. Соответственно, пропускная способность вырастает. Сокращаются очереди, настроение населения повышается. Меньше жалоб, меньше капризов, больше удовольствия. Что касается вообще ценовой политики, то по сравнению с прошлым годом ни стоимость проката не изменилась, ни ценовая политика как раз в пунктах общепита. Я думаю, это правильно, и это будет приятно всем посетителям наших катков. Работают катки во всех городских парках каждый день с 10 утра. Вход свободный. Можно найти и другие занятия по душе. Например, в парке Гагарина работает колесо обозрения с теплыми кабинками. Русские горки, катание на лошадях и скоморохи. Традиционные новогодние развлечения подготовили для самарцев во всех районах города. Наша цель – это создать праздничное, отличное настроение для наших жителей. Поэтому большие мероприятия размещены все в социальных сетях. У нас на сайте жители могут зайти, ознакомиться и принять участие абсолютно в каждом празднике. Заработал зимний аттракцион также и в парке Победы. В выходные откроется мегакаток в парке Гагарина. Всех посетителей ждет развлекательная программа с призами и подарками от Деда Мороза и Снегурочки. Начало в пять вечера. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Чудеса в каждый дом. В Самаре для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, провели новогоднюю елку в цирке. Мэри Елчан побывала на празднике и расскажет подробности. 11-летняя Аня Антиева воспитывается в многодетной семье. У нее семь сестер и братьев. На новогоднее шоу девочка пришла во второй раз. Социальная служба предложила бесплатные билеты в цирк. Очень, да, понравилось. Мы ездим сюда, ну, в прошлый раз мы ездили с братом, а теперь мои сестренки подросли и мы ездим почти со всей семьей. Уже седьмой год региональное министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области устраивает праздник для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Приглашать ребят на новогоднее представление в цирк стало доброй традицией. В этот раз маленькие зрители смогли не только насладиться шоу, но и сами приняли участие в представлении. Мы, конечно, это все организовано, естественно, представляются автобусы, да, конечно, мы продумываем все, потому что у нас здесь разные категории ребятишек, и здесь и маломобильные, да, вы видели, что у нас детки с ограниченными возможностями. В этом году в зале собралось около двух тысяч ребят из всех городов и районов региона. В заключении вечера каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок. Мэри Илчан, Василий Калдашов, События. Живая музыка, академическая традиция и всемирно известная история про оловянного солдатика. В Самарской филармонии состоялась премьера новогоднего спектакля по сказке Ганса Кристиана Андерсона. В атмосферу праздника погрузился и наш корреспондент. Новый год для Алины и Дарины Тарасовых всегда начинается с елки в Самарской филармонии. Первый раз на этот праздник мама с дочкой пришли 9 лет назад. В этом году в филармонии премьера постановки «Оловянный солдатик» и «Прекрасная балерина» по сказке любимого писателя Дарины Ганса Кристиана Андерсона. Здесь очень красиво, здесь всегда очень качественно подготовлены концерты, детям интересно, взрослым тоже. Я с детства хотела быть балериной, но потому что они красивые, как-то танцуют очень красиво. На новогоднем представлении десятки счастливых ребят и девчат. Вначале обязательная елка с Дедом Морозом и Снегурочкой, а затем спектакль. В его основе известна история про «Оловянного солдатика». Она переплетена с мотивами других сказок Андерсона. Музыка живая. Играют музыканты из «Волга фолк бэнд». Автор музыки – известный питерский композитор Сергей Баневич. Автор детских опер и мюзиклов, которые идут на столичных подмостках. Наряду с состоявшимися артистами на сцене – маленькие актеры из театра «Задумка». Ну, а туда включены сказки о Соловье, сказки другие Андерсона, мотивы сказок. И герои туда вставлены исключительно для того, чтобы просто выстроить сюжет. Ну, сюжет, конечно, у нас заканчивается хэппи-эндом. Я с детства, наверное, вспомнил сам мультик, мультики про чертенков какие-нибудь. Ну, вживался, да, долго вживался. Очень интересная роль, очень, ну, скажем так, вкусная. Погрузиться в новогоднюю атмосферу и увидеть спектакль можно будет до 2 января. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. В Самаре подвели итоги регионального проекта «Культурное сердце России». Инициаторами проекта стали активисты города. Их поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Артисты, музыканты, танцоры на протяжении всего лета выступали на разных площадках города. А самые лучшие приняли участие в галоконцерте. Народный фольклор, джаз, хип-хоп, экспериментальная хореография, барабанное шоу и авторские песни о родном городе. Музыканты, артисты и танцоры представили на заключительном галоконцерте «Культурное сердце России» более 10 номеров. Атмосферу карнавала Рио-де-Жанейро создает шоу бразильских барабанов «Самбара». Артисты все лето выступали на набережной. Говорят, проект предоставил им новые возможности. Конечно, нужны. Во-первых, этот проект позволяет людям быть ближе к культуре. А люди, которые хотят заниматься творчеством, они могут напрямую общаться с зрителем, напрямую общаться с остальными людьми. Культурные события летом разворачивались на знаковых площадках Самары, на площади Куйбышева и Одноименной улице, в Струковском саду. Живописная набережная также стала центром всевозможных перформансов и творческих лабораторий. Самарцам запомнились праздничные шествия и фестивали. Их прошло около 70. Зрителями шоу стали более 150 тысяч человек. С творчеством музыкантов и артистов знакомились и во дворах города. Таких праздников прошло более 200. Для детей также провели более 200 мероприятий. Выступить перед публикой мог каждый, пройдя опрос в интернете или заполнив анкету у волонтеров. Организаторами было собрано и обработано более 46 тысяч опросников. Я очень рад, что все получилось. Что первый блин не вышел комом. И сегодняшний гал-концерт тому не лишнее подтверждение. Мы точно продолжим? Продолжим? Да. С запросами поможете? Конечно. Все, руку набили уже. И, конечно, это создаст новый импульс культурной жизни региона. Это привлечет еще больше людей к занятию и творчеству. Проект «Культурное сердце России» уже взяли на вооружение другие регионы страны. Елена Малютина, Василий Калдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара Гис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»